Я включил запись, я включил запись. Друзья, всем доброго времени суток. Я рад приветствовать вас из Нью-Йорка, Роваль Хаскин, и мы сегодня начинаем с вами новую программу, которую я решил назвать «Точка зрения». В этой программе у нас будут разные, интересные, на мой взгляд, гости. С некоторыми из них я знаком лично, меня связаны с ними дружбы уже многие годы, как с нашим сегодняшним гостем. Некоторые из них будут людьми, с которыми я лично, может быть, не очень знаком. Но, во всяком случае, мы услышим разные точки зрения на, как мне кажется, важные вопросы, которые нас с вами сегодня беспокоят. И наша с вами сегодняшняя беседа будет с доктором Эфраемом Падоксиком, который находится в Иерусалиме. Эфраем, я рад тебя приветствовать. Я рад тебя приветствовать тоже. Как дела в Нью-Йорке? Замечательно. Жарко, тепло, лето у нас. Карантин. Так что ни на что не жалуемся. Все прекрасно. Так же, как у нас. Совершенно точно. Эфраем, ну, во-первых, я очень рад тебя, хоть виртуально, но, по крайней мере, увидеть после долгих лет. Мы с тобой знакомы еще по Петербургу, тогда, когда он назывался Ленинградом, как я помню. И я даже помню, если я не ошибаюсь, я вот не помню, это было в Израиле, или это было еще в Петербурге. Ты как-то у меня одолжил, видишь, какой злопамятный, одолжил мне книгу Жаботинского. И вот я не помню, вернул ли ты мне ее. Ну, если кто заслуживает, чтобы пойти на такое правонарушение, то это, конечно же, Батинский. Совершенно точно. Эфраем, ну, давай сначала немножко расскажи о себе и о том, чем ты занимаешься. Я думаю, будет правильно, если ты сам тебя представишь, а потом мы огласим нашу тему, которая, собственно, уже была представлена сегодня. Да, хорошо. Я родился в Советском Союзе, в Ленинграде, и в 91-м году я репатриировался в Израиле. И с тех пор моя жизнь связана с Израилем, кроме некоторых периодов, когда я работал в Англии, учился и работал в Англии, в Турции. И в данный момент я преподаю политическую философию на кафедре политологии Еврейского университета в городе Иерусалим. И это в целом мои, так сказать, формальные вехи моей биографии. По поводу того, о чем мы сегодня собираемся говорить, это как раз некое возрождение определенного рода левых, даже, скажем, левадских тенденций в мировой политике. Думаю, можно также и упомянуть, что мое политическое формирование, оно состоялось, наверное, в одной из самых интересных эпох. Это был, мы все ее помним, это конец 80-х, начало 90-х годов, когда мы, многие из нас, по крайней мере, принимали активное участие в политической деятельности. Я в свое время в Ленинграде не пропускал ни одной демократической демонстрации. Нынешние события в Беларуси в некотором смысле отдают некую ностальгию тому, что тогда происходило. И в целом, таким образом, общее мировоззрение, которое формировалось, это общее, в широком смысле, либерально-демократическое мировоззрение, с одной стороны. С другой стороны, я считаю себя, на самом деле, фундаментально аполитичным человеком, и в этом тоже наследие этого периода, в том смысле, что политика и опасность политики может состоять в том, что она становится для многих людей главным аспектом их идентичности, их нравственных ценностей. В этом заключается большая ошибка и большая опасность. С моей точки зрения, политика – это только некая инсталляционная система, которая позволяет нам развивать нашу жизнь, нашу индивидуальность, наши эстетические, эмоциональные, духовные восприятия в ситуации, которая совместима с человеческим достоинством, с уважением к личности. Многие нынче критикуют вот эту аполитичную составляющую, так сказать, духа перестройки, например, современный российский философ Лео Направления Артемий Магун, который обвиняет вот эту аполитичность тем, что произошло потом, и то, что, к сожалению, произошло с Россией и с российской демократией. Так или иначе, для меня самым существенным аспектом политики является формированием именно этого самого базисного строя, который позволит возможность каждому из нас верить во что он хочет, думать что он хочет, делать что он хочет. В этом смысле политика, с моей точки зрения, не должна занимать большую часть наших исканий, нашей жизни. Окей, правильно. Ну, ты уже как бы, в общем, представил тему и представил себя, и у нас такое довольно динамичное исключение получилось. Ты, кстати, напомнил мне тоже здесь некоторой ностальгии о тех годах перестройки. Я помню, когда было действительно очень много политической активности, было интересно. Но, наверное, ты прав в том, что в нормальном здоровом обществе не требуется, чтобы такие события, как в перестройщенном постсоветском пространстве происходили, как они происходили в Беларуси. И мы, кстати, всем желаем, конечно, беларускому народу, я думаю, что мы все в этом согласны, желаем мира и процветания, и чтобы, наконец, ну, чтобы, наконец, произошла смена строя, надеюсь, мирная, в Беларуси. Делаем-делаем. Да. Возвращаясь, так сказать, к нашим делам бренным, мы хотели поговорить о таком немножко более. Ну, ты профессионал, ты читаешь лекции по политологии, ты доктор и ты профессор в университете. Я так понимаю, что ты читал лекции не только на эту тему, не только в Юрсалинском университете, в других университетах мира. И мой вопрос к тебе, как к профессионалу, сегодня говорят много о новых левых, сегодня говорят о неомарксизме. Правильно ли вообще определять новых левых как неомарксисты, что это такое, что это за движение, что вообще происходит сегодня? Ну, я думаю, мы можем разделить этот вопрос на несколько подвопросов, чтобы как бы не запутаться. Во-первых, важно сказать, что когда мы будем, ну, я буду использовать слова правый и левый, ну, не нужно возводить их, не нужно их гипотезировать, не нужно превращать их в сущность. Нет такой вещи, левый или правый, это фактически символические названия, достаточно применимые, достаточно удобные для нас, чтобы мы могли понимать реальность, но в крайнем случае мы не должны зацикливаться на левых и правых. То есть воспринимать эти названия с некоторыми оговорками, хотя совершенно понятно, когда мы говорим сегодня о левых, о чем идет речь. Во-вторых, я считаю, что, конечно, главное фундаментальное этическое разделение вообще политической борьбы и ценностной борьбы в 20 веке, это разделение между теми, кто хочет обустроить общество так, чтобы там можно было вести достойную жизнь, общество, в котором все люди получают базисное уважение к своей личности. То есть это не обязательно должно быть совершенное общество. И люди, которые хотят построить системы, которые полностью противоречат принципам человеческого достоинства и принципам нормальной человеческой жизни, то есть фактически античеловеческие режимы. И это выражается в двух аспектах. Оба аспекта связаны с инстинктом доминирования или инстинктом подавления, которые существуют в той или иной мере у многих людей. Это может быть доминирование или подавление физическое, то есть режимы, основанные на крайнем насилии, на физическом подавлении другой личности. И второй аспект этого — это унижение, доминирование через унижение, психологическое раздавление, унижение человеческой личности. Конечно, тоталитарные режимы XX века характеризовались тем, что они соединяли и то, и другое. То есть и достаточно интенсивные физические репрессии, и психологическое давление превращение, лишение человека, его человеческого достоинства. А каким образом мы его лишаем человеческого достоинства? Например, тем, что мы заставляем, например, говорить то, что он не думает. Это крайне оскорбительно для любого человека. И в данном случае главная борьба — это между уважением к человеческой личности и тем, кто хотят человеческую личность подавить. И этот базисный инстинкт подавления и надругательства на человеческой личности, он может принимать любые идеологические формы, и он может принимать левые формы, он может принимать правые формы. Фундаментально не это. Тем не менее, в нынешней политической интеллектуальной атмосфере мы видим, что этот инстинкт в первую очередь находит свое выражение в разных идеологиях левого и левадского толка. Или, скажем по-другому, те люди, которые хотят доминировать над обществом и доминировать над другими людьми в современных, западных, развитых обществах, скорее всего, примут как такую занавес для себя именно в первую очередь левый политический дискурс, а не правый политический дискурс. Вот это очень интересно, если можно вот отсюда, что называется, отсюда поподробнее, правильно. В чем, на твой взгляд, причина того, что, собственно, мы назвали это нашу сегодняшнюю встречу, левый марш с непосредственным знаком. Так вот, в чем, на твой взгляд, есть ли, существует ли действительно сегодня вот такая опасность левого марша, такого подавления со стороны левых, о которой ты сегодня говоришь, и в чем причина доминирования левыми вот именно этой идеологической адженой? Ну, я думаю, все зависит от того, какие нравственные этические ценности исповедует общество в целом, потому что никакая идеология, она не может как вирус прицепиться к обществу, если она провозглашает некие ценности, которые полностью противоречат этому обществу. И в целом общество, я говорю сейчас в очень грубой форме, это разделяется на два вида. Те общества, в которых главной этической ценностью является идея равенства, те общества, в которых главной этической ценностью является идея неравенства. В принципе, обе эти идеи, они легитимны, если они подаются в умеренной форме. Проблема начинается, когда некая фанатичная идеология пытается играть на этой этической формуле, которая превалирует в этих обществах, и подавить все альтернативные мнения. И что мы имеем в западных обществах? В западных обществах современных нет легитимации для этики неравенства. Поэтому, если мы воспринимаем правый тоталитаризм... Я правильно тебя услышал? Этика неравенства? Да. Ты говоришь об этихе неравенства. Я говорю, что в современных западных обществах нет легитимности для этики неравенства. То есть, современные западные люди растут и формируются с инстинктивным ощущением, что надо ко всем людям относиться как равным. И что любое неравенство — это зло. Поясни, если не сложно. Я, честно говоря, не знаком с этой формулировкой, и она немного, даже вот, если честно, мне немного коробит слух, когда ты говоришь об этике неравенства. Этика воспринимается как что-то, что связано с этическими ценностями, идеалами, а неравенство вряд ли может быть идеалом. Ну, потому что ты западный человек. Потому что ты западный человек. Поэтому в том обществе, в котором ты живешь, невозможен правый тоталитаризм. То есть, он возможен как некий курьез, как несколько сумасшедших идиотов, создающий какую-нибудь нацистскую Facebook-ассоциацию. Но он невозможен как реальное политическое движение, которое может достичь успеха. Именно поэтому. То есть, правый тоталитаризм... Но если я тебя правильно понимаю, когда ты говоришь об этике неравенства, извините, я перепил этику неравенства... Да, я, возможно, не следовало это сейчас сделать, потому что я скажу еще несколько вещей, чтобы было понятно, о чем идет речь. Окей, да, я не успею. В тех обществах, в которых еще существовала некая этика неравенства, только там фактически правый тоталитаризм стал возможен, как в национал-социалистической Германии, которая еще только вышла из более старого консервативного существования, которое она была в XIX веке, или в полуфашистской Японии. Но на самом деле этика неравенства характеризовала европейское феридальное общество на протяжении многих веков. Европа, Западная Европа, была построена на этике неравенства, которая была институциализирована, и она началась с феодальных законов, которые возникли после завоевания остатков Западной Римской империи завоевателями барбар. Если мы посмотрим на то, что характеризуют эти законы, это принцип неравенства разных групп и разных людей. То есть, если ты убил Франка, там в Галлии, завоеванной франками, то ты платишь одну сумму. Если ты убил римляна, ты платишь другую сумму. Если это мужчина, одну сумму. Если женщина, другую сумму. То есть, есть некий принцип неравенства, который характеризует старый режим, асиом режим феодальной Европы. То есть, мы говорим о некой кастовости в обществе, которая как бы предполагает, что одно и то же преступление в зависимости от того, какой касте в обществе ты принадлежишь, она по-разному остеет. И в этом смысле национал-социализм немецкий это отрыжка, тоталитарная отрыжка этой кастовости. Или только в тех обществах, в которых люди еще на самом деле считают неравенство, ценностью или каким-то добром, только там мы получаем эту форму права тоталитаризма. То есть, сегодня, если мы думаем о возрождении национал-социализма, где оно может происходить, это, допустим, возможно, в некоторых арабских, мусульманских обществах, потому что там еще сохраняются элементы этики неравенства, допустим, между мужчинами или женщинами. Или, может быть, даже, кто знает, в путинской России, потому что там тоже еще с этикой равенства существуют большие проблемы. Но, если мы посмотрим на то, как выглядит Западная Европа и вообще вся Европа после Второй мировой войны и Соединенные Штаты Америки, мы видим, что никакой легитимности для неравенства, для этики неравенства там не существует. И поэтому любая античеловеческая идеология, которая может там возникнуть, она придет только под флагом равенства. И только у нее будут шансы достичь каких-то серьезных политических успехов. Именно поэтому я считаю, что, в принципе, для либеральной демократии на данный момент в западных странах нет большой опасности справа, но, да, возможно, существует опасность слева. И это даст нам сейчас возможность поговорить о том, что такое новое левое или не марксизм вообще, как мы сможем это, что мы сможем сказать по поводу них. Ну, вот, собственно, как раз, наверное, об этом и стоит сейчас поговорить. Вопрос, который сегодня возникает. Многие используют этот термин неомарксизм. Насколько вообще этот термин правомочен? Насколько сегодняшняя новая левая идеология? Новые левые сами себя часто называют в Америке, например, прогрессивисты. Вот насколько правильно использование термина неомарксизм или термина прогрессивизм? И вообще, что стоит вот за этими людьми? Какую идеологию они преследуют? И насколько эта идеология действительно опасна? Ну, смотри, прогрессивисты или либералы это все эфемизмы. Это люди берут для себя какие-то термины, у которых есть положительные коннотации, говорят, а это мы. Ну, каждый может так поступить, но с моей точки зрения прогресс связан, неразделимо с либерализмом. То есть уважение... Классическим либерализмом. Классическим и современным любым либерализмом, как либерализмом, да? В котором мы стремимся к развитию личности, к уважению личности. И мы считаем, что освобождение личности и индивидуальности способствует также и экономическому, и технологическому прогрессу. То есть я думаю в этом смысле, что я являюсь выразителем прогресса. Никаких прогрессивных чаяний, крайне радикальных левых американских я не вижу. А они в некотором смысле этого даже и не скрывают, потому что их мышление, оно глубоко катастрофично. Оно основано на религии того, что скоро весь мир постигнет катастрофу окружающей среды. И поэтому давайте лучше вернемся в более-менее... Ну, если не первобытное состояние, то явно не будем дальше идти по пути экономического, технологического и морального прогресса. Потому что моральный прогресс, он связан только с развитием личности. Так что ничего прогрессивного в этом движении я не замечаю. Но вот интересно по поводу... обсудить по поводу марксизма. Многие спорят на тему, а является ли вот то, что мы видим некой формой марксизма, будь то неомарксизм, как они говорят, или культура марксизма. Ну, простой ответ на этот вопрос был бы, а, собственно, какая разница? Как хоть горшком назовись, только в кузов не лезь? То есть, в принципе, казалось бы, это достаточно схоластический спор. Какая разница, марксизм это или не марксизм? В конце концов, есть в мире вещи другие вещи, которые совсем не лучше марксизма. То есть, то, что что-то не является марксизмом, это не значит, что это чем-то лучше, чем марксизм. Но, тем не менее, если как раз думать аналитически, мне как раз думаю, стоит обсудить, потому что это интересный теоретический вопрос, является ли нынешней левой, нынешней формы достаточно расплывчатой, левой идеологии или какого-то левого дискурса некой формой марксизма. Я, на самом деле, достаточно недавно пришел к выводу, что да, такой аргумент можно высказать, и я попытаюсь сейчас в нескольких словах объяснить, почему, потому что, мне кажется, это интересно, мне кажется, что мы не совсем хорошо понимаем, что такое марксизм. Потому что мы обычно, особенно мы воспитывавшиеся в советской системе обучения, мы знаем марксизм так сказать, изнутри, как он понимает себя. Все термины, которые мы хорошо с ним знакомы, там, настройка, базис, производственные отношения, диалектика, исторический материализм и так далее, и так подобное. Но, как мне кажется, любое явление, когда мы хотим его аналитически проанализировать, мы должны взять и переосмыслить его извне. В чем сущность, в чем сущность марксистского отношения к общественной реальности? Не то, как он себя, не то, какими терминами он себя определяет, а то, как мы его видим. В чем особенность марксизма? Что такого сделал Маркс? Что сказал он? Что никто другой до него не говорил? Если вообще у него есть такая вещь, потому что мы знаем, что 95% из того, что он написал, это просто, если не плагиат, но просто какая-то там парафраза на стандартные либеральные теории политической экономии и социологии своего времени. И особенность марксизма и марксового подхода к историческому процессу, мне кажется, звучит вот в чем. В отличие от других социалистов и революционеров своего времени, Маркс и марксисты, вместо того, чтобы построить какую-то совершенно другую систему взглядов, альтернативную систему, какую-то утопичную систему общества, то, что они сделали, они фактически взяли всю существующую либеральную теорию общества. Во многом она была не права, в частности, в ее политической экономии, так или иначе, то, что мы читаем у Маркса, мы можем найти у стандартного либерального экономиста или либерального социолога своего времени. Если мы хотим отделение на три класса, пожалуйста, у Адама Смита это все есть, и есть теория разделения труда. Если мы хотим теорию кризисов перепроизводства, можем прочитать французского мыслителя если мы хотим термины буржуазия и аристократия, мы можем почитать историю Гизо. То есть, Маркс, в отличие от, может быть, от некоторых других радикальных мыслей, он не отвергает либеральную теорию, он ее полностью воспринимает и переписывает в своих трудах, как анализ общества, но с одной разницей. В чем же состоит эта разница? Она заключается в том, что он говорит так. Для либералов конца 18-го, начала 19-го века самым главным эпохальным точкой истории была французская революция и французская революция как символ прихода к власти прогрессивного класса буржуазии, которая смела аристократию, старый паразитический класс. И Макс говорит, да, в этом они правы, но мы устроим такую же революцию. Это напоминает немножко, знаешь, детей или внуков каких-то революционеров, которые опоздали на предыдущую революцию, но хотят устроить то же самое уже сами. Тот, кто знаком с израильской реальностью, знает про то, как, допустим, религиозные поселенцы 70-х годов все время мыслили себя в рамках каких-нибудь ранее сионистских поселенцев 30-х, 40-х годов. То же самое делает Макс. Он говорит, ага, значит, буржуазия, третье сословие вообще боролись против неравенства, против аристократии. А сейчас мы придумаем, как будто сама буржуазия это то же самое, что аристократия. Тогда нужно найти какой-то другой класс, который будет с ней бороться. А, есть некий класс, который мы назовем пролетариат. А, у них была французская революция, значит, у нас будет коммунистическая революция и так далее. И фактически вся теория, весь исторический материализм Маркса это экстрепуляция вот этого сингулярного события французской революции на всю историю. Чем больше дальше мы отдаляемся либо назад, либо вперед, мы видим, что это не работает, потому что те схемы, которые работали замечательно на французской революции, больше не работают ни для чего. И таким образом интеллектуальный так сказать трик фокус Маркса заключается в том, что он берет все термины, которые справедливо описывают реальность феодальной Европы и их применяет для Европы либеральной. Например, если вот та феодальная Европа основывается на неравенстве, значит, и в современной Европе есть какое-то неравенство. На чем же основывается это неравенство? А, на разном доходе. Был современник Маркса, который совершенно противоположным образом анализировал современный западный мир, это был Алексей Бетоквиль. И он говорил, нет, по сути современное общество, оно качественно отличается от феодального общества, потому что оно основывается на принципах равенства. Америка это в первую очередь общество равенства. Разница в доходах она несущественная, потому что она не является равенства, имеется ввиду равенство возможностей. И равенство. Нет, равенство перед законом в первую очередь. это перед законом. именно отмена феодального закона, в которой каждый человек весил по-другому. И для европейцев 17-16 века, если ты аристократ, ты можешь быть обедневший аристократ, но у тебя есть внутренний вес, который другой вес тебя. Но ты никогда не будешь видеть буржуа как значащего больше, чем ты. Просто ты человек, у которого больше денег. То есть в обществе буржуазном невозможно настоящее классовое разделение. Это то, что понимал Токвиль, но то, против чего говорил Маркс. Теперь возьмем современных неомарксистов. Что там происходит? Они играют в ту же игру, которую играет Маркс. Они берут термины, взятые из феодальной реальности, и пытаются убедить нас, вопреки здравому смыслу, что эти термины отражают современную либерально-буржуазную реальность. Главный тут термин это привилегия. Что такое привилегия? Привилегия термин за пределами закона, за пределами прав. Это значит, что у меня есть некий исключительный конкретный для меня и для моей группы права. И вся феодальная Европа была построена на принципе привилегии у каждой группы, у каждой общины, этнической общины, классовой группы, профессиональной и так далее. у них были свои привилегии. Это то, что разрушила модернизацию, это то, что разрушила великая французская революция. И теперь мы равны перед законом. У нас нет, по идее, в общем, никаких привилегий. А эта новая левая идеология пытается убедиться, нет. А на самом деле, по сути, это якобы формально перед законом у нас нет привилегий, но на самом деле, тут у нас в обществе образовались группы, которые привилегированы, и их надо свергнуть, так же, как в свое время свергли французских аристократов, потому что они как бы аристократы, а все остальные, значит, подавляемые и непривилегированные. Вот, то есть это фактически тот же самый марксовый метод, это не марксистская теория, в том смысле, в котором она преподавалась в ортодексальном марксизме, но это марксистский образ мышления и та же самая марксистская нечестность на самом деле, потому что если мы проанализируем, как построено, как функционирует, как люди ведут себя и живут в современном обществе, мы понимаем, что это общество не основано на привилегиях подобных тому, что мы видели в феодальном обществе. Ты говоришь здесь о некой подмене понятий. Кстати, очень интересный анализ, я такого раньше не встречал, спасибо за это. Я могу себе попросить копирай, это чисто мой анализ, да. Очень интересный, очень попутный анализ, действительно, и спасибо за это. Вопрос к тебе в этой связи. Ну вот, по сути, это некий фокус, который в свое время проделал Маркс, сегодня это проделывают, условно говоря, вот эти прогрессивисты, неомарксисты, но мы что он работает? Что я имею в виду? Что огромное количество людей сегодня, центристов, посмотри на сегодняшнюю демократическую партию в Америке, она, в общем, не предлагает никакой альтернативы этому анализу, практически принимает его. И что еще более парадоксально, я не вижу никакой попытки идеологического противостояния этому справа. То есть, говорятся о разных других вещах, но вот об этом вообще никто не говорит. Такое впечатление, что вот этот премис, вот эту идею, условно говоря, белых привилегий, еще каких-то вещей, ее принимают как некую данность. Либо о ней вообще не говорят, как, например, правые политики, либо ее просто принимают как сегодняшней эстеблишной демократической партии Америки. И вопрос, почему? Почему это происходит? Почему этот фокус так успешно работает? Ну, давай, скажем так, это еще предстоит узнать, работает ли он успешно или не успешно. Фактически, этот фокус всегда будет работать успешно для какого-то количества, для какого-то процента людей. Главное, чтобы он не захватил все общество. Но опять же, мы знаем, Первая мировая война, все общества были разрушены в результате этой бойни. Везде возникли радикальные движения, которые хотели развалить старый мир и построить на его месте новый, но только в Российской империи они достигли успеха, потому что это упало на готовую почву, потому что там были такие условия, в которых народ был готов пойти, какая-то часть народа была готова пойти за этими тенденциями, и достаточно большое количество народа было готово на преступление, на преступление и насилие. То есть, если общество здорово, здорово с точки зрения ценностей, которые разделяют большинство людей там живущих, с точки зрения функционирования институтов, даже какие-то такие перетурбации, они не несут этому обществу разрушение, никто не сказал, что современное западное общество не с этим в конце концов не справится. То есть, но тем не менее, тем не менее, какое-то опасение, какое-то опасение существует. Я думаю, что главная проблема в том, что многие люди, центристы, допустим, они не воспринимают то, что происходит, или то противостояние, которое происходит, как некий фундаментальный этический конфликт. Они воспринимают это как некую политическую дискуссию. То есть, они не зря в корень того, что происходит. В корень того, что главное, это не те конкретные лозунги, под которыми эти нападки на либеральную демократию происходят, а тот психологический механизм, который движет. Именно психологический механизм доминирования и неуважения к человеческой личности и к другому гражданину. Кстати, совершенно не важно, что это идет под знаками равенства, потому что только под лозунгами равенства эти политические силы могут достичь своей цели. Главное тут не лозунги, не политическое убеждение, а политический стиль, а политический характер, нетерпимость к другому мнению и удовольствие от унижения другого человека или других групп людей. То есть все эти акции ненависти или пятиминутки ненависти, которые на данный момент происходят только на символическом поле, но они в основе своей имеют эту психологическую основу. Иногда соединиться в какую-то группу и проявить жестокость по отношению к другому человеку и другим людям это доставляет удовольствие. Это тоже отражает какие-то человеческие инстинкты. И в первую очередь борьба с этими тенденциями это борьба не на поле идей, а на поле если угодно образов, на поле четкого понимания что такое хорошо и что такое плохо, что унижать людей ни в коем случае нельзя. Это плохо. Даже если ты обладаешь самой правильной, самой лучшей политической идеологией, что различать людей по их происхождению это плохо, вне зависимости от того, какой идеологией ты руководствуешься, что сын за отца не отвечает, что если у тебя есть какая-то идея коллективной ответственности, это плохо. И в тот момент, когда общество живет этими принципами, которым оно понимает, что эти вещи, не важно, какие у нас политические убеждения, что эти вещи, они совершенно недопустимы, тогда у него есть иммунитет против разных деструктивных тенденций. Ну, собственно, мы подошли как раз к вопросу, который я хотел тебе задать, но ты уже частично на него ответил, может быть, немного более четко мы это сформулируем, как вопрос, как можно противостоять вот этой новой левой волне, на твой взгляд, потому как, ну, по большому счету, видимо, сегодня такой эффективной методики противостояния еще, ну, на мой взгляд, я думаю, ты с этим согласишься, еще не выработали. И вот твой анализ, он очень интересный, вопрос, как этому противостоять? Ну, если бы я был циником, я бы сказал, что поздно пить боржоми. Это нужно было делать 20 лет назад. я думаю, что надо понимать, как формируются, как формируются взгляды поколений и ценности поколений и вообще ценности любого общества. И только когда мы поймем, как это формируется, тогда мы сможем понять на самом деле, каким образом мы сможем это предотвратить. И у многих людей есть иллюзия, что люди формируются через некие абстрактные теории или мнения. Или какие-то рассказы, которые мы им расскажем. Вот, допустим, мы, ну, я не бывал, слава Богу, я был достаточно молод, я не бывал на партсобраниях, но некоторые люди бывали на партсобраниях. И мы знаем, что это плохо. И мы не только знаем, мы сидели там, мы видели, мы чувствовали, что это плохо. Почему же это плохо? Почему партсобрание это плохо? Потому что мы видели, как на этих сборищах происходит унижение человеческой личности. Как одни люди осуждаются и таким образом они унижаются коллективом, и как другие люди тем, что не участвуют в этом процессе, они унижают сами себя. Потому что, когда они участвуют в этом, они на самом деле не верят в то, в чем они участвуют. И мы, как люди, в которых есть стандартный человеческий моральный инстинкт, мы видим, мы чувствуем, что это плохо. Но если мы расскажем другому человеку, который не бывал на партсобраниях, почему это плохо, то он нас не поймет, потому что для него это некая абстрактная истина, он не поймет вообще о чем речь. И поэтому в данном случае я думаю, одна из ошибок в воспитании, в прививке против тоталитаризма и тоталитарного отношения к жизни. Кстати, тоталитарное отношение к жизни не обязательно приводит к тоталитарному режиму. Мы знаем очень много людей в современных западных обществах, которые по сути внутренне тоталитарны. И с моей точки зрения это тоталитарное отношение к жизни в первую очередь опасно для их самих, потому что внутренний тоталитаризм разрушает личность. И мы думаем, окей, мы скажем так, вот это плохо, это хорошо под тем-то причинам, еще приведем какие-то прагматические аргументы, что экономически это плохо, и это будет достаточно убедительно. Но взгляды не формируются, особенно взгляды по околению не формируются через теории и через взгляды. Они формируются через образы. Человек нравственно воспитывается через образы. Он должен увидеть, понять, что это, прочувствовать. В этом нет никакого ничего антирационального. Мы все на самом деле формируем наше понятие того, что такое хорошо и что такое плохо на основании того, что мы увидели, прочувствовали или увидели с помощью эмпатии, как почувствует другой человек. Когда мы видим, идем по улице, видим, мальчик мучает кошку, нам не нужно, нам не нужно каких-то особых теорий, чтобы понять, что это действие плохо. Но если мы это умеяли в достаточно раннем возрасте, то это становится некой базисной основой наших ценностей. Потом мы скажем, да, надо вступать в общество в защиту охраны животных и вообще плохо вообще применять насилие к беззащитам и так далее. Но, но, например, я хотел такой тебе пример привести. Вот, пожалуйста, Америка видела массовую волну протестов, которая сопровождалась насилием, грабежом, убийствами и так далее. И, тем не менее, большое количество американцев, куча, всего американцев, наверное, сегодня поддерживает BLM, Black Lives Matter. Несмотря на то, что было очень большое количество вот этих негативных образов, оно было показано по телевидению, люди это видели, люди об этом знают. Это оправдали, говоря о том, что это какие-то маргиналы, что это закономерный протест людей, которые выразили свое негативное отношение к расизму и так далее. Мы же говорим сейчас о процессе воспитания. То есть процесс воспитания начинается с раннего детства. Если в нашей виртуальной реальности, когда человек все меньше и меньше видит другого человека и у него меньше возможности развить чувство эмпатии к другому человеку, когда этот человек воспитывается, так сказать, за компьютерной клавиатурой, а потом уже во взрослом возрасте он сталкивается с ситуацией, когда он видит настоящее насилие, настоящее страдание, у него не выработалось достаточно эмпатии, чтобы инстинктивно, немедленно выразить свой протест и почувствовать полное отвержение насилия. В этом смысле нынешняя виртуальная реальность, она очень не помогает развитию обыкновенной человеческой эмпатии, потому что мы меньше общаемся друг с другом как живые люди, а больше, то есть я себя воспринимаю как живой, полноценный человек, но другого этого человека я воспринимаю как буковки на экране. Да, они как карикатура складываются. И отсюда происходит наш эгоизм. Я себе как человек важнее, чем тот человек в Фейсбуке, которого можно задавить, загнать, как лань и так далее, потому что он для нас не человек, он для нас буковки в экране. Так или иначе, но если мы вернемся к вопросу, каким образом воспитать, развить эту иммунную систему, а эта вакцина тоже долго, ее процесс действия очень долгий, разрабатывается она долго, то я думаю, тут есть только два выхода. Первый – это думать глобально. Первый путь – это географический. В любом человеке есть, естественно, инстинкт ненависти к плохому. Проблема в том, что когда плохого мало и тебе не на что его применить, этот инстинкт гипертрофируется. Когда плохое оно существует, как бы оно в реальности, оно и сдерживает. У него есть механизм самоостановки. Почему? Потому что организм знает, что если я буду слишком поддаваться своим эмоциям, это опасно для меня. Я никогда на самом деле не смогу ненавидеть реального врага. Но если враг вымышленный, не опасный, ненависть наша, она растет в геометрической прогрессии. И поэтому мы вот всю эту истерику против несуществующих врагов или против несуществующего зла объясняется этим. Но инстинкт изначально, это инстинкт любого человека, который существует против зла или против несправедливости или против даже боли, которую он боится. Поэтому в современном мире есть достаточно много мест и регионов, в которых действительно существует настоящее зло. Вот я думаю, совершенно замечательным средством было бы воспитывать, посылать молодежь, не в какие-нибудь там в Канаду или куда-нибудь туда, послать, пожить там три года в Иране, в Китае и так далее. Это очень хорошее средство, но достаточно жестоко, потому что многие оттуда не вернутся. Есть другое, гораздо более такое щадящая такая вакцина, это книги. Хорошие книги. Книги, да? Книги, книги. Хорошие книги, не теоретические книги, не капиталы, даже не книги Адама Смита, а хорошие книги, романы, художественная литература, они воспитывают эмпатию, потому что мы чувствуем, мы понимаем положение жизни этой игрой, мы понимаем, что такое унижение. Рассказ какого-нибудь Василия Гроссмана о партсобрании, когда человек переживает через это, хотя он сам в этом не существовал, это может расширить его диапазон симпатии. Но вот, кстати, сегодня стали намного меньше читать, это может быть часть проблем. Нет, нет, я считаю, что многие читают и будут читать еще больше. Я помню, когда несколько лет назад, когда я начинал публиковать на YouTube свои лекции, мне все советовали делать очень короткие лекции, потому что, мол, диапазон внимания, он очень такой маленький, но, как выяснилось, нет, люди любят длинные лекции. да, предпочитают, есть уж лекции, так пусть на час, на полтора часа я поеду на машине, куда-то далеко поеду, буду слушать лекцию, а 10 минут, это несерьезно. Я думаю, я думаю, я думаю, так же и с книгами, хорошие книги читают всегда. В этом смысле, допустим, Василий Гроссман, который один из величайших писателей 20 века, и он уже, его уже начинают признавать, что жизнь великий русский роман 20 века. Но его нужно читать, его нужно читать в соответствующем возрасте. Еще есть много количества такой литературы. И я хочу тут привести имя американского литературного критика, очень важного критика середины 20 века, Лайонел Джуилинга, который был одним из ведущих либеральных интеллектуалов Америки середины 20 века. Написал, кстати, один из самых важных политических, идеологических романов 20 века, The Middle of the Journey, Середина пути, я всем рекомендую. Он написал, выпустил книгу эссе под названием Liberal Imagination, Либеральное воображение. Его главная идея была в том, что на самом деле политика, которая абстрагирована, идеи, которые абстрагированы от внутреннего мира, от становления характера, они совершенно не помогают созданию либерального общества. Либеральное общество строится на неком базисном этическом подходе, в котором уважение к ценностям определенным, как личность, индивидуальность, свобода, оно находится на инстинктивном уровне, не является какой-то догмой. Это очень интересно, то, о чем ты говоришь, и на самом деле наша беседа немножко ушла в такую неожиданную область этики, морали, я в каком-то смысле даже не ожидал этого, но вот если все-таки вернуться к политическим бренным нашим делам, я хотел небольшой тот комментарий на то, о чем ты сказал, если можно, еще раз имя американского автора, который ты упомянул? Лайонел Триллинг. Лайонел Триллинг был профессором литературы в Колумбийском университете и воспитал все поколение, следующее поколение интеллектуала восточного берега США, включая авторов журнала Commentary. Окей, я обязательно прочту, я ничего не читал, это интересно, спасибо, но ты как бы вскользь упомянул, мне кажется, это тоже интересная мысль о том, что в каком-то смысле наверное можно говорить о том, что левые во многом руководствуются неким таким абстрактным идеализмом, в то время как правая политика более прагматична. Ну, опять же, я очень боюсь всех этих настолько абстрактных терминов левый, правый, какая правая политика, какая левая политика. В данном случае, что меня, конечно, интересует, это не левый как общий термин, потому что есть левые, и, к сожалению, все меньше и меньше, которые не только преданы, но и борются за принципы либеральной демократии. Это, кстати, нужно понимать. Дело в том, что я пару лет назад провел на иврите курс под названием «Красный террор». Его можно найти в Ютьюбе, кто-то понимает иврит. И я там все время подчеркивал, что речь в данном случае не надо спутывать большевиков с обыкновенными левыми. И вообще, если мы будем прогнозировать, кто занял такую примиренческую позицию большевикам, а кто потом занял анти-большевистскую позицию по отношению к ним. Там были люди совершенно разных политических взглядов. То есть, могли быть социалисты, которые были такие, сотрудничали с большевиками, и могли быть социалисты, которые ушли в непримиримое сопротивление. Например, автор первой книги «Красный террор» историк Сергей Мельгунов, он был народный социалист. Это такая умеренно левая партия была, чуть правее эсеров. И фундаментальным водоразделом там служит, насколько мы смиряемся с тем унижением человеческой личности, на которой этот режим был основан или нет. И тут это некие более базисные установки влияют тут, а не конкретно политическая оппозиция. Поэтому, когда мы говорим в данном случае о левых, нужно подчеркнуть, что в данном случае речь идет о левых, которые хотят раздрушить либеральную демократию. То есть, о той волне, которую мы вот видели сейчас. Ни в коем случае не обо всех левых. Это очень важно подчеркнуть, потому что, на самом деле, нам нужны левые, чтобы бороться против всего этого. О, вот это как раз ты все-таки предвосвечаешь мои вопросы. Да, подожди, но я передать все-таки отвечу тебе на предыдущий вопрос. И вот, когда мы говорим о подобных людях, я с большим сомнением отношусь ко всем этим утверждениям по поводу этого идеализма. Потому что это некая форма идеализма, которая, на самом деле, сосуществует очень, очень легко с крайней формой цинизма. то есть все эти люди, возьмем настоящих героев типа Ленина, Робеспьера, мать Терезу, они фактически в них, они были одновременно и большими фанатиками, и совершенно беспринципными людьми. И именно их фанатизм мог оправдывать их полную беспринципность, полное отсутствие каких-то границ в своем поведении. То есть то, что человек кричит, ой, я такой моральный, я такой идеалист, то, что у нас нет, это еще ничего не значит. И в конце концов, для меня это не является настоящей формой идеализма. То есть это одновременно и крайняя форма идеализма, но и крайняя форма эгоизма и гордыни. И, конечно, можно всегда поставить вопрос, что в начале было, гордыня или идеализм? И на этот вопрос невозможно ответить, это курица и яйцо, но в данном случае они всегда идут рядом. Поэтому я бы так не очень покупался на все эти разговоры по тому, какое радикальное движение, какие они глубоко моральные, глубоко идеалистичные. То, что в них есть в первую очередь, это страшная, огромная жажда власти. Власти, может быть, не всегда личной, но власти над умами, власти на событиях это огромная, это страшная гордыня, это очень страшный психологический механизм. А теперь можем вернуться к тому вопросу, который ты хочешь задать. Ну, вот очень интересно, ты видишь, ты все время все-таки это сводишь к морально-этическим ценностям, и это, в общем, мне кажется, важно, потому что сегодня дискурс политический очень редко. Кто из нас тут раввин? Так вот, как раз мне интересно, что ты именно занимаясь, казалось бы, политикой, политологией, тем не менее сводишь это к морально-этическим ценностям, что, ну, в моих глазах очень ценно, но я думаю, что мало кто-то занимает. Потому что я занимаюсь политикой в том смысле, как если бы я работал водопроводчиком. То есть, водопроводчик очень важен, но водопроводчик существует для того, чтобы мы не замечали всего этого, да? Политика существует, чтобы ее не было, хорошая политика, чтобы я мог ходить на оперные концерты, чтобы я мог говорить, что я думал, чтобы я мог любить, кого я хочу, и чтобы никакая гадина коммунистическая, нацистская не мешала бы мне в этом. В этом состоит моя политика. Окей, окей. Ну, мне было действительно очень приятно услышать твой такой вот морально-этический анализ ситуации. Вот ты, в принципе, уже предусветил следующий вопрос. Ты начал говорить о том, что неправильно вот здесь вот так раскрашивать карту, условно говоря, на левых и правых на два цвета. Тут я с тобой, конечно, согласен. И вот как раз мой вопрос о том, кто вот эти конструктивные левые и чем, на твой взгляд, конструктивные левые принципиально отличаются от вот этих новых прогрессивистов? Я считаю, ну, во-первых, конструктивных левых, к сожалению, сегодня плохо слышно. О! Да. У них возникла проблема и проблема эта заключается в том, что их конкретные решения, проекты по поводу тому, как обустроить мир, они на данный момент, на данный год выглядят несостоятельными, не оправдавшими себя. Это касается экономических левых, да, то есть рабочий класс куда-то исчез, да, то, что осталось от рабочего класса, голосует за правых, в то время, как понятно, что тот уровень благосостояния, который ожидает сегодня стандартный человек, это совершенно не тот уровень благосостояния, который могла поддерживать, допустим, Англия в 50-е годы 20-го века, то государство, социальное государство не способно этому человеку доставить только свободный рынок. И поэтому левоцентристские партии начали искать, как остаться левоцентристскими, но при этом получить поддержку в таких ситуациях, когда их конкретная программа не совсем работает, и, к сожалению, многие из них сделали выбор, что они начали больше и больше скатываться к радикальным позициям. Кстати, то же самое происходит и в Израиле. В свое время было совершенно конструктивное левое движение в Израиле, которое верило в то, что если разделить территории западной и рецентральной на два государства, то возникнет мир. И начиная с 2000-х годов эта позиция оказалась как бы выглядит как будто она не совсем верная, чисто прагматически. И опять же, некоторые левые сделали выборы и ушли направо, потому что сказали, да, наши позиции не работают, но некоторые опять же заключили сделку с радикальными движениями, внутреннюю сделку совести и скатываются на эти радикальные позиции. Тем не менее, и там, и там, и там есть еще остались люди, которые поддерживаются левых позиций и продолжают несмотря ни на что считать, что эти позиции верны, что нужно какая-то форма социал-демократии, нужна какая-то форма двух государств для двух народов, это совершенно легитимно, совершенно нормально. И так, то есть, но это создало ситуацию, когда вместо того, чтобы были две ноги у политической системы, сильная левая, сильная правая, есть сильная правая, а на левом непонятно что, и есть постоянное брожение в этот самый радикальный. Ты сейчас говоришь об израильской ситуации, где практически левых на сегодняшний день на политической партии почти не видно, или ты говоришь о ситуации, например, в Америке, в мире? И там мы сям. И в Израиле, в Америке то же самое происходит, то, что происходит сейчас с демократической партией в Америке. Я сейчас не буду, это не важно, на самом деле, насколько разумны их конкретные политические предложения этих левых, но для здорового демократического процесса очень важно, чтобы возникли сильные левые и которые уверены в себе. Потому что в первую очередь они должны бороться с радикально левыми. Это интересно. Правые эту функцию выполнить не могут. А бороться с этим можно только на основании сильного морального стержня. понимаешь, что когда существуют такие левые, которые поймут, что у левых и правых есть, ну опять же, не крайне правых, а у лакомерных правых, есть общие ценности. Это защита либеральной демократии. И в тот момент, когда они поймут, что если существует выбор между их союзниками крайне левыми и защитой либеральной демократии, они должны встать на сторону либеральной демократии. Этого, к сожалению, не происходит и это одна из главных трагедий сегодняшней политической ситуации. И это в первую очередь не происходит из-за их я извиняюсь, я не хочу сейчас опять же звучать как раввин, потому что твоя должность, не моя. Нравственные слабости. Ну вот ты знаешь, очень интересно, что мы к этому снова вернулись. Потому что это связано, я тебе приведу пример, когда несколько лет назад я беседовал с одним интеллектуалом из академического мира, ну вот он что-то там говорил про его политические там взгляды, и я ему сказал, но ваши же политические взгляды, ну практически они на миллиметр, ну отрезок на миллиметр от вот того, что правые говорят. И он это признал. но когда он публично высказывается, в главных так сказать, в главных политических дискуссиях он всегда принимает сторону, он не принимает ее идеологически, но практически, он всегда поддерживает позицию в любой дискуссии крайне левых, радикально левых. Потому что, допустим, его дочка, она крайне левая, не дочка, а внучка, его крайне левая. И в выборе между крайне левой внучкой, с которой он совсем не согласен, и каким-то чужим человеком, с которым практически полностью согласен, но при этом он не совсем свой, он чуть-чуть правее его, он выбирает свою внучку. И я думаю, что это метафора на тот механизм, который происходит со многими умеренными левыми. Они поддаются этому конформизму, это не обязательно должна быть внучка, это может быть поддаются, они идут в этой волне без того, чтобы они поняли последствия того, что они делают. Потому что они должны быть этими, кто это все остановит. Они должны быть, я никак не сравниваю, но просто, чтобы понятно было аудитории, они должны быть корниловыми, который тоже был республиканец, а не керенскими, а сейчас они играют эту роль. На самом деле очень интересно, сейчас мы подойдем к вопросам, и я, наверное, хотел немножко резюмировать то, о чем мы сейчас говорили, говоря о конструктивных левах, и говоря о морально-этических ценностях, эта тема сегодня очень, так сказать, прозвучала, практически рефреном у нас. Я, наверное, тут вспомню такое очень известное высказание Рава Кука благословенной памяти, которое в его работе еще, конечно, еще времен британского мандата, но, как мне кажется, до сих пор актуально и не только в Израиле, в мире, он говорит о том, что в еврейском народе есть три лагеря, и каждый из этих лагерей преследует какую-то определенную, такую центральную, если хотите, ценность, и каждая из этих ценностей, она важна еврейскому народу, ценность ультраортодоксов коридима это святость, ценность правого лагеря это Ам-Исраэль, это еврейский народ, а ценность левых это гуманизм. И Равку говорит о том, что необходимо все эти три ценности, так сказать, интегрировать. Вполне возможно, что вот вопрос об интеграции гуманистических ценностей в ценности, связанные с понятиями святости, морально-этические идеи, они, может быть, как раз и приведут к тому, о чем ты говорил, если это вообще возможно. Но это может звучать немножко идеалистически. Ну, я как процитирую известный анекдот, тут-то мы вас и покритикуем. Окей. То есть не тебя, а Рава Куга в данном случае. Потому что это именно то, что происходит с правым лагерем, то есть его большей составляющей, который живет не так, как думает. Что ты имеешь в виду? Он живет либерально-демократически, а думает, что гуманизм принадлежит левым. Ну, если гуманизм принадлежит левым, то все, борьба потеряна. Можно сдавать автоматы вооружению и идти домой и ждать. Если гуманизм принадлежит левым, то о чем мы тут делаем? Вот. Поэтому или если прогрессивизм принадлежит левым, но если прогрессивизм принадлежит левым, мы действительно мы этого заслуживаем, то, что происходит. Да? Ну, Эфраин, я имею в виду немножко другую идею. Здесь идея Рахуха, мне кажется, была в том, чтобы все эти ценности, они были правильным образом интегрированы, чтобы каждый из лагерей отстаивая свою какую-то определенную, так сказать, ты просто хочешь сказать, что неправильно говорить вообще изначально о том, что гуманизм это исключительно левая ценность. Окей, я тебя слышу. Но я думаю, что тут как раз пример того, как эта ценность во многом правой была уже интегрирована частично. А вот левые, наверное, не до конца интегрировали другие важные ценности, которые... Нет, я думаю, они не интегрировали гуманизм. Окей. Вот, поэтому я... Нет, я просто как бы в этом смысле мне сложно по этому поводу рассуждать, потому что у меня нет как бы нет обязанностей, нет как бы необходимости вести диалог с религиозными авторитетами или исходить из религиозных позиций. Я защищаю гуманизм, потому что это моя ценность, а не потому что это чья-то другая ценность, поэтому я совершенно ее не должен ни с чем интегрировать, мне хорошо в нем. То есть ты такой пример правого гуманиста? Пример, квинтэссенция, чтобы... Я пример того хасидского рэба, который сидит за страницей Талбуда и не переворачивает ее, а его хасиды говорят, зачем, почему ты ее не переворачиваешь, что сложный вопрос, он говорит, нет, мне и тут хорошо, зачем же мне ее переворачивать? Мне и в гуманизме хорошо. Но в этом-то как бы... Но проблема, как я говорю, не в этом, проблема в том, что если мы спросим, что такое гуманистические ценности, что такое ценность уважения к личности, мы пойдем стандартному человеку, который там ведет обыкновенный образ жизни, значит, и голосует за центристов, за право, даже левых, то он ведет именно этот самый гуманистический образ жизни. Какой еще более гуманистический образ жизни можно себе представить? Но если властитель дум слева и властитель дум справа, ему говорят, да нет, ты на самом деле консерватор, ты на самом деле человек традиционных ценностей, ну, в конце концов, он теряет самоуверенность и ощущение собственной правоте, он думает, ну, тогда действительно нужно идти на обступки, нужно, может быть, они действительно какие-то идеалисты, а я не совсем идеалист. То есть, это очень опасная игра, играть в то, что, как бы, говорить, что якобы там существует какой-то такой уж заоблачный гуманизм или прогрессивизм, о котором мы даже и не слыхали, нужно его как-то вот с другими ценностями интегрировать. Окей, окей, Прайм, на самом деле очень интересная беседа у нас получилась, но мы сейчас подходим к вопросам, и, во-первых, у нас есть вопросы здесь в чате, я думаю, что люди еще нам зададут сейчас здесь вопросы. Я предлагаю, если есть много вопросов, в первую очередь сконцентрироваться на тех, которые прямым образом относятся к теме дискуссии. Окей, давай тогда посмотрим насчет прямым образом к теме дискуссии, я вот сейчас смотрю в чате, что привлекает людей в эти неравенство, это как раз твою реплику по поводу неравенства, какие мне позитивные стороны? Вопрос прозвучал здесь. Хорошо, спасибо, замечательный вопрос. В данном случае я в первую очередь направлю книги, потому что есть совершенно замечательная книга того же Алексиса Датуквиля, который написал книгу «Демократия в Америке», и это человек, который родился как аристократ, получил традиционное католическое воспитание, и в достаточно молодом возрасте он сменил веру, он стал либералом. И он поехал в Америку, чтобы узнать, как же по-настоящему либеральное общество, общество будущего, общество равенства живет. И он называл это... Менил веру, это имеется в политическом плане, и эгрегиозном. А для него либерализм был суррогатом религии, он сам об этом напрямую говорил, что сейчас его вера либерализм. Такой христианского типа либерализма. Но он, в принципе, он это так открыто признавал. И значит, он для него, то есть, когда он говорит демократия, он имеет в виду либерализм на самом деле, но он использует слово демократия. И у него постоянная в этой книге борьба двух ценностей. Аристократических, французских ценностей, на которых он был воспитан, и ценности равенства американского общества. И что интересно, он говорит, тут невозможно однозначно сказать, какая лучше. Каждая красива по-своему. И это просто мой нравственный выбор. Я считаю, что с точки зрения справедливости, ценности американские, они лучше, чем те ценности, которые я люблю. Я не смог бы жить, как американец, но я знаю, что американское общество, оно более правильно, оно более моральное в этом смысле. И он описывает эти аристократические ценности как сияние, аристократическая честь и так далее. Каждый на самом деле российский человек, советский человек, который воспитывал в 20 веке, отлично понимает, в чем притягательность ценностей неравности, потому что он воспитывался на русской классической литературе 19 века, и она вся пронизана этикой неравности. Для него, возьму слово, элитарное обучение в позитивном смысле. Я думаю, интуитивно все понимают, чем привлекает эта этика неравенства, а подробнее, конечно, рекомендуется читать Теквили. Ну, вот у нас появился сейчас новый вопрос, почему все левые движения кончают антисемитизмом? Ну, не все. Батька Махно не был антисемитом. Опять же, я просто всегда очень, я очень так осторожен, когда я вижу слово все, всегда, всегда в истории есть какой-то случай, который опровергает. Да, любое правило имеет исключение. Батька Махно пресекал погром. Хотя неизвестно, если бы он захватил власть, чтобы с ним встал через 20, через 30 и так далее. Вот я думаю, потому что, ну, это вопрос скорее не о левых, а об антисемитизме. Вообще, любой тоталитарный как бы майндсет, он в конце концов кончит антисемитизмом. Почему это так? Это сложный вопрос. Я думаю, это связано с тем, что антисемитизм это та форма ненависти, у которых нет естественных тормозов. врагов ненавидеть, то есть, ненавидеть можно выдумку. Реальных врагов невозможно ненавидеть, потому что тогда ты себе вредишь. Европейское сознание, европейская монтология создала себе такой невроз в качестве выдуманного еврея, и вся эта ненависть туда выпрыскнулась, и без того, чтобы там были какие-то внутренние ограничители, потому что таких евреев, которых воображало европейское христианство, на самом деле никогда не было, то это привело к гипертрофированной формы. А в тот момент, когда какой-то мем входит как вирус, он остается. Вообще, человеческий мозг и человеческая культура это очень ленивые вещи. Вот если ты сейчас должен придумать, с помощью чего бороться против либеральной демократии, но тебе лень придумывать что-то новое, а ты почитал старую цитатуру, о, тут все ненавидели евреев, так давай напишем, дальше будем говорить про евреев. Все, вирус запал, он все, его уже ничем не вырвать. Интересно. Ну, я думаю, что мы сейчас откроем, так сказать, возможность людям задать вопрос здесь в прямом эфире. У нас было пару вопросов здесь в чате. Натан, ты с нами? Можно спросить? Может быть, это неприязнь она от ощущения некоторой элитарности евреев, или что они считают себя элитарными, а сознание, которое стремится к равенству, это их очень раздражает. Ну, смотрите, опять же, для кого-то да, для кого-то нет, потому что для нацистов, в конце концов, наоборот, для них евреи это были некие ниши существа, типа паразитами. То есть, действительно, у меня нет никакого ответа, я не думаю, что мы с вами найдем сегодня ответ, потому что одним бились уже десятилетия лучшие умы, в чем причины антисемитизма, мы не знаем, в чем причины антисемитизма, но как врачи мы знаем симптоматику. В тот момент, когда начинается усиливать какие-то антиеврейские настроения, мы знаем, что что-то есть нездоровое с этим обществом, в принципе, это неплохая диагностика, да, то есть, если начали, допустим, есть этот накал ненависти против евреев или против еврейского государства, что-то начинает быть не в порядке с этим государством. Или с тем обществом, в котором это происходит. Почему это происходит, это другой вопрос. Я вижу, у нас две поднятые руки здесь. Да, можно дать слово? Эмиль, пожалуйста, только если можно, не короткие вопросы, хорошо? Эмиль, мы вас слушаем. Эмиль? Эмиль, вы не включаете микрофон, мы переходим к Шимону. Шимон, пожалуйста, мы слушаем вас. Я хотел спросить о вас. Хорошо. Эмиль, тогда после Шимона, хорошо, потому что уже он начал. Окей? Да, вы, если можно, вы рассказывали, ну, справедливо о Ленине, но как насчет сестры Терезы? Я ничего не слышал, что она была без принципов. Можете, поясните как-то это? Вышла, я лично не специалист по матери Терезы, но вышла книжка в какой-то момент, в которой я, в которой там описывались более непреклядные стороны ее правления в той организации. Я найду вам название этой книжки, автор и вам пошлю. Мне, кстати, тоже будет интересно, потому что, честно говоря, первый раз услышал и был достаточно удивлен. Я тоже стал. Окей, с Марией Терезой закончили. И Марией Терезой. Да, я... Марией Терезой это замечательная настольная игра, называемая Мария, про войну на австрийском наследстве. Я ее недавно купил, собрался начать в нее играть. Окей. Эмиль, мы вас слушаем. Да, значит, я, собственно, хотел задать вопрос с самого начала. Меня очень смутила сама постановка, значит, исходные какие-то позиции. Мне они очень не кажутся странными. Вот я только два слова скажу, что я имею в виду. То есть, непонятно, о каком-то абстрактном обществе идет речь, значит, речь идет только о каких-то социальных каких-то проблемах, как будто они существуют ни религиозного неравенства, ни национального, ни идеологии. Очень странно представлен марксизм, когда главный марксизм это группа интересов, которые продолжают сейчас существовать, и между ними очень усложнилась борьба. Вот, и поэтому, соответственно, то есть, мне все это кажется непонятно, на чем все это держится, и соответствующие, и соответственно, и все выводы. Значит, непонятно, как это связано с постмодернизмом, непонятно, как это связано с информационной революцией, мне кажется, очень сильно связано, как это связано с изменением приоритетов, допустим, в том, что, значит, есть люди, как бы, больше сейчас делятся на потребителей и творцов, или то, что, например, как принято говорить, что поменяло современное, значит, то, что поменяло ценности на удобство, да, это, мне кажется, тоже очень характерное высказывание, вот, и поэтому, непонятно, где человек живет, потому что мы живем в Израиле, все эти проблемы очень важны, это не Америка, это не Канада и не Австралия, вот, и какие-то абстрактные такие вещи, мне это все очень-очень кажется странным, какие-то одни левые, другие левые, когда, значит, решили говорить не о левых, о правых, а говорить только о левых, значит, я поэтому мне это все как-то, честно говоря, я не вижу в этом никакого рационального зерна, вы меня уже извините, может быть, кто-то, у кого-то другие мнения, я с удовольствием послушаю, это то, что я хотел сказать. Ответить, можно отвечать? Пожалуйста, я буду рад. Да, пожалуйста, единственное, что я могу сказать, во-первых, это очень хорошо, что у вас такое мнение, потому что, не дай бог, что мы со всем будем согласны, мы же тут как бы как раз против этого выступаем, но я хочу по поводу, по крайней мере, конкретного возражения, по поводу утверждения, по поводу того, что я говорил о марксистах, я совершенно не говорил, что марксизм это какая-то группа основных интересов, я достаточно, по-моему, подробно изложил, почему я считаю, что марксизм, то есть, как можно бить марксизм, это некий тип мышления, некий тип, некий тип формула исторического анализа, и этим это было интересно, что касается постмодернизма, я думаю, что это просто модное слово, которое было распространено в свое время, и ничего на самом деле по существу нового оно не висит. окей, 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 такое, то есть, есть группы, которые обладают чем-то, и они заинтересованы в одном, есть крупный капитал, и все, все, здесь этот марксистский анализ, я считаю, он сохраняет свою силу, другое дело, что революция, то, что вы сказали о революции, я тоже совершенно не согласен, нет никакого подражания французской, здесь есть определенная логика, смена информации, это ошибочно может быть, но здесь нет никакого подражания к какому-то другому марксизму, совершенно другие проблемы, вот, и откуда взялись эти новые левые, почему они, я сейчас не могу просто об этом сейчас анализировать и все говорить, но я не вижу здесь каких-то оснований, да, то есть, не вижу, как бы, откуда берется это все неравенство, да, то есть, в чем оно в данном случае, это неравенство, какие интересы у одних и у других, какие группы интересов, вы понимаете, вот это мне непонятно, то есть, я понимаю, что есть, допустим, если мы знаем Израиль, есть национальные интересы, те, которые отсчитывают историю от древности по сегодняшний день и считают, что Израиль должен вредиться как национальное государство, а есть кто считает, что история начинается с, там, с Бен-Гурен, или там, я не знаю, с кого там, вот, понимаете, и что она, значит, все это остальное просто балласт, груз, и он не нужен, никакой избранности не нужно, никаких идей национальных не нужно, вот надо просто в здальном кусочке территории, вот, и радуйтесь, сможете обороняться, обороняйтесь, вот, а остальное надо сделать мир, а можно ли сделать мир, когда рядом с нами люди, у которых идеология джигата, то есть, мы говорим о, понимаете, мне кажется, Эмиль, мы немножко переместились сюда в другую сферу, выходящую за рамки нашей сегодняшней встречи. у нас, по-моему, была заявлена политическая повестка дня, а не морально-этическая, понимаете, поэтому я об этом и говорю, вот, ну, понимаете, я вам просто скажу, вот простой, я вас понял, а можно я отвечу, значит, один пример я только приведу, и все, значит, вы говорите правый и левый, вот, на сегодняшний день, значит, если мы посмотрим на нашу политическую картину, счет идеологический 36 против 6, потому что партия Ганса, там, и все такое, все, это просто, так сказать, наемные какие-то войска для того, чтобы, так сказать, выбить Биби, понимаете, это то, что есть, значит, выигрывать сейчас, национальная идея, вот, есть разные позиции, разные нюансы, вот, но, в принципе, это так, и даже если что-то сменится, все равно это будет продолжаться, потому что, свой живот, он дороже там всяких идей, всякого либерализма, да, безопасность. я вынужден вас прервать, ваш комментарий уже немножко выходит за формат нашего мнения. пожалуйста, я слушаю. Спасибо вам. Спасибо. Перед тем, как я отвечу, просто я хочу обратить ваше внимание, что в чате Антон послал ссылку именно на ту книгу, которую я имел в виду, это книга Кристофера Хитченса, The Missionary Position, Mother Teresa in Theory and Practice. Спасибо, я вас до тут забрал. Спасибо. Вот. Значит, по поводу, значит, ответа Эмиле, нет, нет и нет. Значит, по поводу марксизма, тогда я немного подробнее скажу. Я не считаю марксизм вообще какой-то интересной интеллектуальной теорией. Марксизм был достаточно вульгарный мыслитель третьего сорта 19 века, и он известен тем, что у него было много последователей. В этом смысле какой-нибудь Иисус из Назарета тоже ничего интеллектуального интересного не сказал в Новом Завете, но он очень важен, поскольку вот столько много последователей у него возникло. И в данном случае я считаю, что вот тот же анализ, что люди действуют как группа интересов экономических, для этого совершенно не нужно маркс. То есть это не свойственно именно марксизму. Когда приписывают Марксу, что люди действуют на основании экономических интересов, в частности, да, он это сказал, но это то же самое, что сказать, что Иисус из Назарета придумал не убить. Но это же неправда, он же просто повторил это. Для этого совершенно не нужно Иисуса, чтобы знать, что не нужно убивать, допустим, другого человека. 99% из того, что известно как марксистская теория, это опять же мы можем найти в стандартных либеральных социологических и экономических работах. И поэтому тут, когда я пытался объяснить, что такое марксизм, если мы думаем, что такая вещь есть, если мы делаем это максимально интеллектуальное усилие что-то взять у третисортного автора и сказать, ну, наверное, вот это там есть, что-то стоит об этом думать, то именно вот этот момент, который я подчеркнул, это есть. Все остальное, если мы, конечно, не будем думать весь этот анализ от того противоречия капитализма, который в конце концов сам маркс понял, что он не сумел его создать и забросил работу над капиталом. Но так или иначе, если вот что-то в марксизме есть, то, наверное, вот это. Все остальное не является именно собственностью марксизма. Да, это так преподавалось в Советском Союзе, да, это так преподносилось, это была официальная идеология, но отношение к фигуре Маркса это скорее отношение сакральное. Есть фигура к Марксу, наверное, ей нужно приписать что-то очень умное, как мы приписываем Иисусу, Моисею, Магомету и прочим. Но исторически, с моей точки зрения, это совершенно неинтересная фигура с интеллектуальной точки зрения. Окей, тут у нас есть еще вопрос от наших американских слушателей. Каков прогноз на ближайшие выборы? Прогноз? Я, конечно, не могу делать никаких прогнозов. Я думаю, это совершенно неверно вообще делать. Я бы к этому добавил какие перспективы в том или ином случае? Я могу сказать вот что. Я думаю, сейчас сложилась такая ситуация, когда в этом году с моей точки зрения вопроса общественного мнения гораздо меньше будут отражать реальные предпочтения, реальное голосование, чем это было раньше. Это связано с тем, что постепенно появляется страх. Страх ответить прямо и честно на вопрос общественного мнения. Поэтому нужно это иметь в виду, что как бы в этом году, я так считаю, вопрос общественного мнения будет гораздо меньше отражать действительность, чем они отражали раньше. То есть это еще, конечно, не достигло уровня недемократических стран, но иметь это в виду, именно поэтому я думаю, что разрыв между Байденом и Трампом, он чуть меньше, чем выглядит на основании этих вопросов. Тем не менее, пока, по моему мнению, у Байдена больше шансов победить на президентских выборах. Что будет? Ну, я думаю, что я не готов сейчас давать прогнозы, но я даю общую оценку ситуацию, не связанную с ближайшими выборами, но я думаю, мы привыкли в 20 веке считать, что вот есть какая-то Америка, Соединенные Штаты, Америки, бастион свободы, есть какая-то Европа, которая там сомнительна, она вроде бы за свободу, но так, там есть эдотизм, есть разные влияния государства, запреты и так далее. Но иногда бывает так в истории, что революции происходят именно в обществах с противоположными ценностями. Именно в самой консервативной, отсталой Российской империи произошла модернистская коммунистическая революция. Именно в такой языческой подавляющей христиан Римской империи произошла христианская революция. То есть, я не исключаю той возможности, что антилиберальная революция может произойти именно как раз в Америке и возможно именно как раз Европа, старушка Европа останется тем регионом, в который свободная, достойная жизнь еще будет возможной. Мы, Израиль, как часть этого европейского пространства. То есть, прогноз на американские выборы у тебя не очень позитивны, так мягко скажем. Не на выборы, а на общую тенденцию, потому что с избранием Обамы, я думаю, эта тенденция очень ярко обозначилась, и нет ни в чем пока, чтобы эту тенденцию переломило. И этот внутренний фанатизм американского общества, которое существует еще с 17-18 века, который раньше служил свободой, но это был фанатизмом. Да, англичане плохо понимали, что это вообще эти дураки хотят там в этой Америке. Тоже исторически непонятно, зачем они собственно вставали против Англии. Это была полная чушь, но внутренний такой фанатизм. Но этот фанатизм, который держал вот этот факел свободы, он может быть обращен против себя с таким же фанатизмом. Не сейчас, через 10-20 лет Америку вполне способны начать уничтожать этот факел свободы и нести что-то другое. Алия из Америки, но как бы все движется согласно плану. Из России привели, но остались американцы, все. То, что казалось непостижимым чудом происходит в наших глазах. Равинам все понятно, по-моему. То есть ты хочешь сказать, Натан, если мы сведем это к некому позитивному знаменателю, с еврейской, израильской точки зрения он у нас явно присутствует. Но остается только, так сказать... Сценарий развивается точно по-написанному, так сказать. Равинам это известно, даже не Равинам. Так что все нормально совершенно. Мы поддерживаем политологов. Все совершенно правильно. Фран, я хотел тебя поблагодарить за очень интересное выступление и целый ряд неожиданных, даже для меня во многом, хотя мы с тобой знакомы не один год, неожиданных таких сентенций и неожиданного анализа. Я думаю, что тебя было интересно слушать. Я хочу напомнить, что это все будет в записи у нас на YouTube и на канале Лильмода, на моем канале Jewish Explorer. И это вот наша новая такая серия встреч, которую я решил назвать «Точка зрения», которые прозвучат с очень разной точки зрения от экспертов в разных областях. И сегодня с нами был Уфрайм Падоксиков. Уфрайм, еще раз большое спасибо. Спасибо тебе, Глубин, я был очень рад побеседовать. И спасибо слушателям и зрителям. И спасибо Натану за организацию, конечно. Спасибо огромное. Магнив. В Израиле говорят магнив. Замечательно. Друзья, до новых встреч. Всего хорошего всем. До свидания. Крепкого здоровья. И, как говорит сам, все-таки хай. Спасибо. Справедливо. Всего хорошего. Счастливо. Пока. До свидания.